В России 4 ноября отметили День Народного Единства. В ноябрьске к этому событию приурочили выставку некоммерческих организаций. На ней побывала наш корреспондент Оксана Зачукова. Вот так весело и задорно начался праздник для тех, кто не сидит на месте. Для тех, кто активно участвует в общественной жизни города. Сегодня в ноябрьске более 200 некоммерческих организаций. Среди них объединение многодетных семей, инвалидов, участников вооруженных конфликтов и национально-культурных автономий. Наталья Морозова представитель организации «Пуровский из ВАТАС», которая объединяет более 3000 представителей коми-народа по всему Ямалу. На выставку она приехала из Таркасале. В Таркасале открылись мы два года назад. Потом мы приехали сюда в ноябрьск, также создали филиал «Пуровский из ВАТАС». Также у нас есть в Самбурге уже тоже филиал. Мы хотим в Пурпе открыться, в Губкинском, дойти до нового Уренбоя. Юрий Резников в нашем городе известен как глава крестьянско-фермерского хозяйства. И выставки участвуют уже не первый раз. За годы работы в сельском хозяйстве скопил колоссальный опыт. Пришло время делиться своими знаниями с коллегами, начинающими фермерами. Он исполнительный директор некоммерческой организации «Фермеры Ямала» и хочет, чтобы в регионе были созданы необходимые условия для развития сельского хозяйства. Ко мне обращаются, вот с надымом ко мне обращался фермер, который выращивает гусей. Вот именно гусей у него, узкая специализация, он гусей выращивает. С Новурингоя ко мне тоже обращались люди и приезжали за племенным материалом. И так вообще часто звонят, консультации спрашивают. Некоммерческие организации пришли не только заявить о своих достижениях, но и рассказать о планах на будущее. Ноябрьская общественная организация инвалидов надеется воплотить в жизнь проект «Творчеству нет преград». В этом году у меня пришла в голову идея, так как сама недавно стала мамой и постоянно смотрю истории, которые показывают деток, которые больны раком, у которых идут сборы денег, когда у них жизнь идет, просто исчисляется часами и минутами. Просто очень хочется помогать этим деткам. И так как я уже давно занимаюсь вязанием, то я решила продавать свои изделия и часть этих денег отдавать в фонды помощи больным деткам. Завершил вечер большой праздничный концерт. Оксана Зайчукова, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Ноябрьск – один из немногих городов Ямала, который принял участие во всероссийской акции «Ночь искусств», посвященной Дню Единства. Подобное мероприятие прошло в нашем городе впервые. В вечернее время 3 ноября свои двери для посетителей гостеприимно распахнул музейный ресурсный центр. «Ночь искусств» в Ноябрьской – скорее вечернее мероприятие, чем ночное. Оно началось в 18 часов. Работали три выставочных зала. Один из них прежде всего интересен детям. Здесь, как говорится, с порога они сразу попали в гости к медведю. Сама тематика выставки говорит о том, что, попадая в наше медвежье царство, по медвежьим следам посетители попадают в разные пространства выставки, которые особым образом оформлены, и узнают о жизни медведя, что это новое и интересное. При входе каждому посетителю дают путеводитель с вопросами. Ответить на них можно тогда, когда посетишь все выставочные залы. Это увлекает не только детей, но и их родителей. За каждое выполненное задание полагается жетон. Я получил жетон и планирую сегодня получить еще два жетона. На экспозиции во имя искусства представлены работы учеников 13-й школы с эстетическим уклоном. А в этом году учебному заведению исполнилось 20 лет. Поэтому лучшие произведения учащихся собраны сегодня в одном зале. Этнографическая экспозиция на просторах Ямала продемонстрировала посетителям жизнь малых народов нашего региона. Нужно определить название, то есть путеводители имеются, как называется жилище у коренных жителей, каких животных они разводят для деток, информация, и заполнить соответствующие графы. Все это здесь у нас тоже имеется на макете строительства. А где вот эти слова можно узнать? То есть они где-то написаны? Да, имеются в экспликациях. Сопровождается все текстами. Мастер-класс по изготовлению масок и берегов детей увлекает. Но все же главное – собрать жетоны. Про них дети не забывают, пригодятся. Если собраны все три жетона, то получают поощрительный приз от музейного ресурсного центра. Это пригласительный билет на выставку, приглашение к чаю или же на мастер-классы. Елена Жаркова, Анатолий Пресич. Новости нашего города. Из окружного сборного пункта в Ноябрьске на военную службу отправились первые 10 новобранцев. Проходить службу они будут в Екатеринбурге. Поздравляю вас с отправкой в воинскую часть. Ура! 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 На Ямале начались массовые отправки призывников. Первая партия из 10 новобранцев предстоит служить в Екатеринбурге. По словам председателя военно-врачебной комиссии, за два дня со всего ИНАО в пункт прибыли 31 человек. Все они прошли медосмотр и признаны годными к военной службе. В окружном сборном пункте трехразовое питание. Меню разнообразное. К примеру, на завтрак молочная каша, салат, гречка, сосиски, масло, выпечка и чай. Первое пребывание призывников здесь и наших сотрудников, администрация окружного сборного пункта показывает, что питание достаточно достойное. Призывники все съедают. Все нравится очень. А это казарма. В ней призывники проводят большую часть времени. Она рассчитана более чем на 100 человек. Здесь же и располагается администрация. Это командир роты, командир взводов. Они практически здесь же с солдатами вместе и ночуют. То есть условия практически созданы для всех одинаковые. Из Ноябрьска молодые люди разъезжаются по воинским частям во всеоружии. Помимо верхней одежды, солдату в дорогу полагаются тапочки, вафельное полотенце, комплект зимнего белья, чашка, ложка и, конечно, сухой паек. Здесь находится в нем каша, супы, чай, кофе, сахар, витамины, повидло и сухие галеты, которые заменяют хлеб. Вадим и Иван в армию пошли добровольно сразу после окончания университетов. Служить будут в войсках связи. В армию, как в страну ОСК, кто за сердцем, кто за храбростью. А Вадим Армаш надеется, что после года службы он станет более дисциплинированным и целеустремленным. Я не слышал плохого, чтобы откликались или что-нибудь такое. Все говорят, что это хороший урок жизни. В представлении Ивана Герганова армия – это режим физических упражнений и однообразие. Надеюсь, попадутся нормальные сослуживцы, нормальный команд, офицеры. В течение двух месяцев из окружного сборного пункта Ямала пройдет более ста отправок. В общей сложности вооруженные силы страны пополнят 1722 бойца. Юлия Москалика, Анатолий Пресеч, новости нашего города. А день призывника в Ноябрьске отметили накануне. Официальной датой празднования является 15 ноября. Но в нашем городе, чтобы успеть сказать слова на путствие всем новобранцам, решили отметить этот день заранее. Пригласительные билеты на праздник молодым людям выдавали в военкомате вместе с повесткой. На вечер, кроме призывников и их родителей, пригласили представителей духовенства и ветеранов. Молодых людей поздравили уполномоченный представитель губернатора Янау Павел Доронин и глава администрации города Жанна Белотская. Мое напутственное слово такое, я говорю его традиционно, скажу его и вам сегодня. Никогда не обижайте слабых и не давайте себя в обиду. Счастливой вам службы. Сегодня очень торжественное открытие, которое именно нацеливает на то, что Россия всегда во все времена непобедима, несмотря ни на что. В этом открытии участвуют и народный ансамбль танца «Огни Сибири», образцовый хореографический ансамбль «Огонек», вокальный ансамбль «Лира», православная гимназия. Все это вместе создает вот такую очень приподнятую атмосферу, когда хочется встать, гордо поднять голову и сказать «Я россиянин». Пришел, получается, на призывной пункт военкоман, ну и вместе с повесткой дали пригласительность, сказали прийти на мероприятие сегодня, что будет интересно, много интересного, выступать будут для нас. Ну вот пришел и не пожалел, потому что пришел, хоть и один, не страшно, но так, понравилось, все очень приятно, потому что так провожают в армию, потому что служить пойдем. В Ноябрьске прошла третья параспортокеада среди команд городов Ямала. На спортивные площадки спорткомплекса «Зенит» вышли мужественные и уверенные в себе люди, еще раз доказавшие всем, что главная победа в жизни – это победа над самим собой. Ноябрьская параспортокеада скоро отпразднует свой пятилетний юбилей. За это время из городского турнира она выросла в крупные региональные соревнования. И нынче борьбу за призы и медали вели около 50 спортсменов из Ноябрьска, Муравленка и Губкинского. Вы – люди, заслуживающие уважения и цены. Спасибо вам огромное. И дай Бог вам от имени всех ямальцев здоровья, счастья, удачи, благополучия. Ну и, конечно же, пусть в спорте победит сильнейший. Пусть встречи с близкими, хорошими друзьями, спортсменами принесут вам радость с сегодняшнего дня и дадут заряд на будущее вашей жизни. Небольшой подвиг проявили атлеты из Губкинского. Из-за погодных условий госавтоинспекция не выпустила автобус команды из города, но самые настойчивые и решительные все-таки сумели добраться до Ноябрьска и прибыли на параспортокеаду за несколько часов до открытия. Спортсмены были изрядно уставшие, но счастливые и довольные. Поскольку с погодой на улице гололед, нам не дали автобуса, пришлось самим добираться к поездам. То есть очень хотелось участвовать. Пришлось вот таким вот образом. Параспортсмены – это мужественные люди. Они и окружающих заряжают своей энергией. Перед ними преклоняются. И не случайно пара Олимпийские игры неотделимы от Олимпийского движения уже много лет. Радуют, что и у нас на Ямале есть возможность проводить соревнования на должном уровне. Достижения спортсменов год от года демонстрируют очевидный прогресс. Значит, и медали мировых первенств не за горами. Уже не первый год турнир проходит под патронажем депутата Тюменской областной думы Сергея Белкея и депутата законодательного собрания Ямала Геннадия Любина. Организаторы подготовили для участников и зрителей хорошие призы и подарки. А в лотерее среди присутствующих был разыгран современный АйПАД. Вообще для развития параспорт-океадного движения в городе делается очень многое. И как результат количество участников и зрителей растет из года в год. Климатические наши условия иногда мешают проводить эти соревнования. Отдаленность территории. Было бы гораздо больше участников. Желающих очень много. И отдать должное надо. Потому что каждый день они проявляют мужество в своей повседневной жизни. А участвуя в соревнованиях, это для них лишний повод пообщаться, а нам услышать их. В программе параспорт-океады четыре вида спорта. Дартс, шашки, бросок в баскетбольную корзину и настольный теннис. Победители выявляются как в личном, так и в неофициальном командном зачете. Все предыдущие годы ноябрьцы уверенно побеждали своих соперников. В составе сборной чемпионы и призеры всероссийских соревнований. Впрочем, победа в таких соревнованиях отнюдь не самоцель. Намного важнее, что такие мероприятия позволяют участникам чаще видеться друг с другом. Заводить новых друзей, общаться, совместно решать насущные вопросы и проблемы. Других возможностей для встреч нет. И поэтому здесь, за пределами спортивных арен, теннисной или шашечной, происходит вот это вот общение. Оно даже порой важнее самих результатов, самих соревнований, командного результата. В неофициальном командном зачете победу в Спартаке одержала сборная Ноябрьска, опередившая своих давних друзей-соперников из Муравленка. Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города. О других новостях спорта расскажет Юлия Москалик. В спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» прошел традиционный турнир по плаванию на призы олимпийского чемпиона Бориса Шухова. Соревновались более 100 юношей и девушек 97-го года рождения и моложе из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского, Таркасале, Пуровского района и поселка Уренгой. Ноябрьские пловцы завоевали 24 медали, в том числе 8 золотых. В Ноябрьске начались игры чемпионата города по мини-футболу среди мужских команд. Участие принимает 32 сборных. Согласно табелю о рангах, они разбиты на три подгруппы. Сильнейший один из фаворитов сборная «Газпромнефноябрьснефтегаз». Но свой статус надо еще подтвердить. Тем более, что в миссезонье у команды значительно изменился состав. У нас в этом году поменялся состав. Мы перешли на омоложение состава. Те наши ребята, которые раньше играли, они отдали все, что могли нашему городу, нашему предприятию. Теперь вот молодежь, 17-летние, ну будем воспитывать. В Тюмени завершился первый тур первенства России по мини-футболу среди команд юношей 2002-2003 годов рождения. Ноябрьская дружина «Газпромнефти» провела пять матчей. Она одержала две победы и потерпела три поражения. Результат можно признать удовлетворительным, так как наши ребята играли с лидерами группы. По итогам тура «Ямальцы» идут на пятом месте в турнирной таблице, что гарантирует им пока попадание во всероссийский финал, куда, напомним, входят шесть лучших команд зоны Западная Сибирь. Заключительный второй тур «Газпромнефть» проведет в Нижневартовске во время зимних каникул. По мнению тренера ноябрьцев Дмитрия Большакова, задачи попадания в финал его подопечные должны справиться. Все команды смотрел, которые будут с нами играть в Нижневартовске на втором туре. То есть я думаю, что мы должны зацепиться за шестерку, это точно. То есть мы должны будем обыгрывать там ФОК, есть команда Камышловский район, Уренгой можно выигрывать и Нижневартовск 2004. И если мы эти игры все выиграем на втором туре, то мы будем железно в шестерке, даже в пятерке. И это была завершающая информация выпуска. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге.